Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд в городе Чите вынес приговор солдату-срочнику Рамилюшем Суддинову, призывавшемуся в Тюмени и после трех месяцев военной службы в Забайкалье, расстрелявшему восьмерых своих сослуживцев и командиров. Приговором суда Сибиряку назначено наказание в виде 24,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также назначены выплаты родственникам пострадавших в общей сумме 9 миллионов 800 тысяч рублей. Этот приговор, как чаще всего и бывает, не устроил ни потерпевших, ни сторону защиты. Первые требуют пожизненного лишения свободы для убийцы восьмерых человек, вторые считают, что суд не учел множество смягчающих обстоятельств и слишком сурово отнесся к солдату, загнанному в угол дедовщиной и неуставными отношениями. Трагедия, ставшая предметом рассмотрения военного суда, произошла 25 октября 2019 года в закрытом городке Горный в 65 километрах от Читы. Здесь, вблизи монгольской и китайской границы, расположены несколько артиллерийских и прочих ракетных частей, имеющих на вооружении в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Шамсуддинов служил в ныне уже расформированной войсковой части номер 54-160, обеспечивавшей хранение ядерных боеприпасов. Трагический инцидент произошел после трехсуточного караула, в котором, помимо Шамсуддинова, находились еще 13 человек. Во время смены караула вместо сдачи оружия Шамсуддинов открыл огонь из автомата Калашникова на поражение по своим сослуживцам, убив восьмерых и ранив двоих. Остальным удалось спрятаться за бронетранспортера или сбежать. Сам Рамиль сдался без сопротивления военному спецназу, а потому не пострадал. В ходе расследования этого жестокого преступления выяснились подробности как о личности Шамсуддинова, так и об обстоятельствах предшествовавших расстрел. Рамиль родился и вырос в поселке Вагай в Тобольском районе Тюменской области. С трех лет воспитывался без матери, с отцом и двумя старшими братьями. С детства мечтал стать военным. Посещал военно-патриотические кружки, ездил в лагеря, выучился в техникуме, не воспользовался возможностью сбежать в военной службе, работая в речном флоте. Однако, попав в настоящую армию на срочную службу, по его словам, испытал глубокое разочарование. В первую очередь от неуставных отношений и унижений, как со стороны старослужащих, так и офицеров. Мысль о кровавой расправе с обидчиками он вынашивал около месяца, а когда решился ее воплотить, лишил жизни всех подряд, кроме того, кто больше всех издевался над ним. Главного его врага, Руслана Мухатова, избивавшего Шамсуддинова и вымогавшего у него деньги, в том карауле не было. В марте прошлого года Мухатов также предстал перед судом и получил два года условно за истязание солдат младшего призыва. Суд над Шамсуддиновым продолжался в течение двух месяцев. В своем последнем слове Рамиль принес извинения родственникам погибших от его рук военных и заявил, что сожалеет о том, что не сдержался и решился на крайний шаг. Я искренне соболезную всеми погибших и прошу простить меня, если сможете. Но дальше терпеть издевательства над собой не мог. Я не скрывался от армии, хотел защищать родину, после службы хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя принес людям и что сломал свою жизнь. Судебный процесс над Шамсуддиновым проходил с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным, но просили судью о снисхождении. Видимо, этот вердикт присяжных и позволил избежатьшим Суддинову максимального наказания в виде 25 лет лишения свободы, о чем просил прокурор, или даже пожизненного, на чем настаивали адвокаты потерпевших. Сейчас они намерены обжаловать прозвучавший приговор в виде 24,5 лет как слишком мягкий в вышестоящих судебных инстанциях.